Здравствуйте, друзья! С вами Старс ТВ и я, Орехова Лиза. Мы с вами находимся в торгово-развлекательном комплексе Вегас, где скоро начнется шоу «Детская партийная зона». И сегодня здесь, в честь Международного дня защиты детей, телеканал Муз-ТВ проводит зажигательную дискотеку. И совсем скоро на этой сцене будут выступать звезды российской эстрады. Также мы увидим талантливых академиков Старс. Уж поверьте мне, скучать нам сегодня не придется. Задачей любого концерта является не только веселье, но и объединение. Поэтому очень радостно, что наши академики могут сегодня не только поднять всем настроение, но и показать, как можно развивать свои таланты, начиная даже совсем юного возраста. Сейчас наши академики усердно готовятся к своему выходу на сцену. Ведь сегодня во многом именно от них зависит настроение зрителей. Пойдемте же посмотрим, как готовятся наши академики. Перед академиками стоит непростая задача – выйти на сцену и выложиться на все 100%. Чем ярче мы выглядим, тем веселее, успешнее и зажигательнее выступление. Улыбка с лиц наших ребят не исчезает и во время работы над образом. Ну и как в перерывах не повеселиться и не сделать памятные фотографии? Скажи, пожалуйста, с кем ты будешь вести сегодняшнее шоу? Сегодня я веду наше шоу вместе с моей соведущей Соней Зайцевой, которая, кстати, вела детскую десятку вместе со мной, а также с ведущим Муз-ТВ Артамом Шалимовым. А расскажи, пожалуйста, вкратце, что нас сегодня ждет? Сегодня нас ждет выступление многих артистов. Сегодня выступят также мои друзья из Академии Старс. Пусть это Дима Билан, Тефамин, Five Star Family, Деник Джокер, многие другие артисты. Также Полин Супакова, которая стоит за кадром и подсказывает мне, что ты считаешь наиболее важным в выступлении, как себя показать? Я считаю, что самое главное выступление – это подача, какое ты настроение дашь народу, ведь именно народ будет отвлекаться на твое настроение и аплодировать и так далее. Также немаловажное выступление – это талант. Как ты выйдешь на сцену, как ты будешь приносить слова, как ты будешь двигаться – это все очень важно для того, чтобы нормально выступить и, в конце концов, получить свой долгожданный аплодисмент. Каково это объявлять не только известных звезд, но и своих товарищей по Академии? Конечно, когда я объявляю своих товарищей, я всегда надеюсь, что они выступают прекрасно. Я, разумеется, за них переживаю, ведь я же вижу, как они записывают песни, как они репетируют. Концерт будет проходить в одном из самых больших развлекательных комплексов столицы. Уникальность партийной зоны в том, что дискотека проходит в прямом эфире посреди самого торгового центра, так что зрителям, оказавшимся в центре музыкального события, могут стать покупатели, пришедшие провести свободное время и сделать покупки. Для всех гостей представлена возможность интересно и весело провести время, потанцевать, завести новые знакомства, услышать новые песни, посмотреть на новые таланты и побыть поближе к звездам. Световые элементы, декорации, огромный экран над сценой – все сделано так, чтобы нашим сегодняшним гостям было комфортно и весело. Главные ведущие сегодняшнего шоу – Яна Рудковская и Артем Шалимов – объявляют выступления не только учащихся Академии, но и известных звезд. Яна, скажите, пожалуйста, вы наверняка гордитесь воспитанниками Академии? Мне очень приятно, что сегодня выступило столько детей из Академии. Конечно, они были сегодня очень милые и выступали на одной сцене с большими звездами. Каким вы видите будущее Академии? Будущее Академии, наверное, в их академиках, поэтому я думаю, что как минимум эта премия Муз-ТВ должна быть взята в ближайшем будущем. Ну и как максимум, наверное, Грэмми. Поэтому к этому надо стремиться каждому ребенку, который хочет что-то особенное в этой жизни сделать, связанное с творчеством, с музыкой. Я, по крайней мере, других планок не ставлю для себя и, думаю, для своих учеников тоже. Что для вас День защиты детей? Прежде всего, это потрясающий праздник детский. И самое главное, что в этот день дети абсолютно счастливы, потому что им уделяется столько внимания, вокруг них создается огромное-огромное количество всевозможных конкурсов, праздников и мероприятий. Поэтому я всех еще раз поздравляю с Днем защиты детей. И хочу им пожелать, чтобы они оставались всегда такими добрыми, талантливыми. Ну и, конечно же, не расстраивали своих родителей. Были отличниками, потому что самое главное для родителей – это хорошая учеба детей в школе. Скажи, пожалуйста, ты выступала когда-нибудь на одной сцене с детьми? Да, я выступала. Я выступала не раз на детской новой волне, детской песенке года, рождественской и не только. И это всегда очень приятно, потому что дети очень открытые, они всегда очень улыбчивые, от них исходит неимоверная позитивная энергетика, которая, естественно, заряжает. С кем интереснее тогда выступать? Со взрослым или с ребенком? Ну, это абсолютно разные две истории, разная энергетика. Когда речь идет о какой-то позитивной композиции, наверное, конечно же, с детьми, потому что они такие прям более энергетичные. Я хочу всем пожелать удачи, потому что это очень важно. И помните, что удача любит подготовленных. Поэтому, когда вы окажетесь в нужный момент, в нужном месте, будьте к этому готовы, друзья. Спасибо. Спасибо. Сегодня с вами на детской партийной зоне были Старс ТВ и я, Орехова Лиза. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok